ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ Администрация Ненецкого округа передала городу 88 квартир. Они были построены в рамках региональной госпрограммы для переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания или с высоким уровнем износа. Речь идет о распределении 88 квартир в первых трех секциях дистанционного дома на улице Сущинского. Как доложил главе региона мэрный инмар Олег Белак, списки получателей новых квартир будут сформированы в ближайшее время. По условиям программы, в рамках которой происходит распределение квартир, определяющим фактором первоочередного расселения дома является дата признания строения аварийным, а также его техническое состояние. До конца года планируется сдать еще 2 секции в этом доме. Всего в жилом доме для жителей Ненецкого округа приобретется 292 квартиры. Пешие прогулки по тротуарным дорожкам, пикник с шашелуками, игры с детьми на обустроенной площадке. Все это стало доступно жителям поселка Факел, буквально на расстоянии в вытянутой руке. Здесь, в районе Захребетной Курьи, торжественно открыли зоны отдыха. Подробности далее. После перерезания красной ленточки отправляемся осмотреть зону отдыха. Первое, на что сразу обращаем внимание – качество тротуарной плитки. Ноги на такой дорожке не скользят, что очень важно. Она так красиво смотрится, просто сегодня снег находится. А так весной будет красиво. Подойдете, мы тут еще дополнительно проведем работы, озеленение. Кое-какие подсыплем эти места, поставим еще дополнительные скамейки, стоянки. Все будет красиво. Здесь планируют установить мангалы для шашлыков, детскую игровую площадку со спортивными элементами и беседку. Планов и идей много. Осталось решить проблему с хулиганами. Для них здесь словно медом намазано. А священие здесь? Оно было, все работало. Это расстреляли фонари, их просто демонтировали, чтобы остальные не добили. Мы эти фонари поставили в поселке Искателя. Они до сих пор там работают. Они, во-первых, дорогие, порядка 6500 фонарей. Жалко было, что их просто расстреляют. Там людям добро приносят. Вот они на сквере, геологов у нас стоят, на кораблике на детской площадке стоят. Ну, остатки те, что живые были. А за этот год 30 фонарей на одном мостике разбили. Можете подойти посмотреть. В пятницу они все горели до единого. А в субботу вызвали УВД, но с УВД не соизволили приехать. Помочь нам разобраться с этой ситуацией. Посодействовать в решении этой проблемы намерен депутат Госдумы от Неницкого округа Сергей Коткин, который принял участие в торжественном открытии зоны отдыха. Я свяжусь с начальником УВД, переговорю с ним. Потому что люди столько вложили, действительно, да. Такая радость, и смотришь, а половину плафонов уже нет. Да более того, даже то, что вот эти дорогостоящие плафоны, которые с земли, там же его просто так не разобьешь. Там ломиком надо его долбать. Да, да, да. Его как раз и раздолбали. Да, слушайте, это 650 евро. Да, да, да. Они очень дорогие. Еще один объект, открытый накануне – дворовая территория в районе домов номер 1 и 2 по улице Геологов. Здесь установили скамейки, урны и уложили тротуарную плитку. Здесь такая же плитка 3D, она видно красивая. Еще деревья посадить, а уже кусики есть. Есть кусики, посажено, все запротоколировано, все заснято. Главное теперь их выходить. Ну, это уже дело жителей, наверное, да? И зона отдыха, и дворовая территория обустроены в рамках реализации федерального проекта по формированию комфортной городской среды. Его особенность в том, что участки для благоустройства и их наполнения определяют сами жители. Этот проект, безусловно, он будет иметь свою перспективу. Федеральные деньги выделяются, очень неплохие деньги выделяются. Я считаю, что они плохие. Окружная администрация и местное муниципальное образование, пусть незначительные средства, но они вкладывают, для них это большие деньги. А самое главное, вы вкладываете сюда свою душу и сердце. В текущем году формирование комфортной городской среды принимает участие не только поселок Искатели и город Наринмар, но и сельсоветы Канинский и Приморско-Куйский. Всего в регионе планируется благоустроить 4 дворовых и 10 общественных территорий. Ирина Никешина, Антон Водряков, Телеканал «Север». Проезд на общественном транспорте станет еще удобнее для пассажиров. С 1 ноября в автобусах Наринмарского АТП можно будет расплатиться за проезд банковской картой. Новую услугу сегодня протестировали на пробном маршруте. Оплата проезда в автобусе банковской картой – популярная технология, которая в настоящее время внедряется многими транспортными компаниями. Вот и жителям округа, которые привыкли к безналичному расчету, теперь не нужно будет носить в карманах мелочь для оплаты проезда. Достаточно банковской карты или смартфона. Очень многие люди уже привыкли расплачиваться не наличными деньгами, а безналичными картами. Единственное, что у нас за проезд можно было расплатиться только наличкой. И вот сейчас мы внедряем безналичный расчет. Конечно, когда-то в будущем это нам позволит уйти от кондукторов, и полностью вся оплата будет безналичной. Но это, думаю, далекая перспектива пока. Потому что не все готовы у нас перейти на безналичный расчет. То есть кто-то еще по старинке любит деньгами расплачиваться наличными. Система электронного контроля удобна как для пассажиров, так и для предприятия и органов власти. ЭТП и профильные ведомства получат автоматизированную систему учета пассажиропотока. С февраля месяца вводим льготные карточки для всех категорий граждан. И они тоже будут бесконтактно оплачиваться во всех, так сказать, маршрутах города Норинма. Потом эти карточки будут дальше развиваться. Но это пока один первый маленький сажок. И все это идет в концепции умного города. То есть мы теперь будем понимать, на сколько людей проехало, в какое время они проехали. От этого будут зависеть субсидии, которые мы будем выделять. То есть это очень большой, очень маленький, но очень большой шаг, который позволяет нам экономно и грамотно распределяться и финансами, и транспортными потоками. Внедрение валидаторов входит в проект «Безналичный округ», который курируется администрацией региона. По словам управляющего Ниньским отделением Сбербанка Сергея Мохова, это современное требование. На самом деле просто подумали, как сделать, чтобы было удобнее пассажирам. Для этого мы ввели эту систему совместно с АТП и с администрацией округа. Пассажир спокойно может оплатить свой проезд банковской картой, смартфоном. 1 ноября валидаторы в первую очередь начнут работать на межмуниципальных маршрутах 411 и 413, а к началу декабря на всех автобусах предприятия. Пока оплачивать проезд таким способом смогут только пассажиры без льгот. В дальнейшем предприятия планируют вводить месячные проездные бесконтактные билеты, привязанные к системе социальных карт. Клиника диагностическая лаборатория принимает пациентов по новому адресу. Лаборатория разместилась на первом и втором этажах в центральной части корпуса Ненецкой окружной больницы на улице Авиатров 9-Б. Насколько комфортно теперь новоселам на новых площадях? Импровизированную экскурсию по кабинетам для нашей телекомпании провела заведующая лаборатория Екатерина Брусенская. Переезд клиника диагностической лаборатории занял несколько дней, но для пациентов остался практически незамеченным. Просто с понедельника анализы стали принимать по другому адресу – Авиаторов 9-Б. На первом этаже сразу налево табличка крупными буквами. Каждое утро с 8 часов, как и прежде, здесь принимают биологические материалы на исследование. Вот это наша мочевая станция. Вот из этого окошечка они берут. Вот это наша мочевая станция. И эта часть служит для микроскопии осадка мочи, а эта часть служит для химического исследования мочи. У нас стоит приборчик. Приборчик для определения наркотических веществ. Вот этот скрининг наркотических веществ проводится вот на этом приборе. Вот эта центрифуга, она служит для того, чтобы проводить отдельные виды исследований для микроскопии мочи. В частности, микроскопия мочи пони Чепаренко. Это центрифуга. На первом этаже также расположилось оборудование для определения наркотических веществ в моче. Оно приобретено по президентской программе наркологической и психиатрической помощи. Два газовых хроматографа на случай, если один выйдет из строя, его заменит другой. Каждый одновременно может обработать до 14 проб за один раз на один и тот же ингредиент. В день в лаборатории в среднем исследуются от одной до семи проб. Вот этот анализователь тоже поступил по президентской программе наркологической и психиатрической помощи. И служит он для определения вещества со сложным названием, которое служит для того, чтобы дифференцировать, это человек страдающий хроническим алкоголизмом или нет. Кроме того, в лаборатории для вспомогательного оборудования отвезено специальное помещение. В нем, например, расположился вот этот вытяжной шкаф. Когда приезжал методист, инженер, аппликатор так называемый, который обучал нас тому, как работать на газовых хроматографах, когда он увидел этот вытяжной шкаф, он очень удивился, очень порадовался за нас. На втором этаже гематологическая лаборатория. Именно здесь, в двух просторных кабинетах, происходит забор капиллярной крови на глюкозу и общий анализ крови. За одним столом производится забор крови, а уже исследование крови производится на другом столе. Вот это одно из самых важных новшеств соблюдения санпиновского режима. Здесь, в отдельном помещении, находится высокопроизводительный гематологический анализатор. У каждого отделения оборудованы моечные комнаты, всего их три. Теперь, по мнению специалистов, лаборатория соответствует всем существующим нормам. И чтобы держать планку, надо своевременно модернизировать оборудование. В среднем срок службы приборов – пять лет. У нас есть вопросы еще по некоторым анализаторам, которые требуют незамедлительной замены. Ну, понимаете, у нас есть анализаторы, которые работают с 2006 года, ну, по 12 лет уже. У нас есть анализаторы, которые тоже работают с 2006 года, и они являются полуавтоматами. Ну, не пользуются сейчас полуавтоматами, где вот так вот вручную нужно раскапывать. Нужно, конечно, переходить на автоматические системы. И вот к этому мы будем стремиться. В середине ноября ожидается открытие еще одной лаборатории биохимической. Она также будет расположена на втором этаже. Сейчас идут работы по ее оборудованию. Ольга Русул, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Нинецкая кружная больница установила дополнительные дни для вакцинации против гриппа. Взрослая поликлиника ждет всех желающих в выходные дни 5 и 10 ноября с 9 до 13 часов. Как сообщили в Департаменте здравоохранения, вакцина-профилактика против гриппа в регионе продлится ориентировочно до 15 ноября. Прививку от сезонного гриппа можно сделать в лечебном учреждении по месту жительства бесплатно. Сначала пациенту нужно обратиться в регистратуру, после чего пройти на осмотр к терапевту. Врач оценит состояние здоровья и примет решение о вакцинации. Прививочный кабинет по будням работает с 9 до 19 часов. В детской поликлинике прививки от гриппа неорганизованным детям, то есть на непосещающем образовательной организации, делают два раза в неделю, по вторникам и четвергам. Также в эти дни смогут обратиться те, кто не успел сделать прививку в период массовой иммунизации в своих учреждениях. По словам заведующей детской поликлиники Аллы Муратовой, в настоящее время привито 60% детей от общей численности детского населения, подлежащих вакцинопрофилактике. Центральная районная поликлиника Заполярного района выполнила план на 92%. Вакцинопрофилактика полностью завершена в сельских населенных пунктах. В поселке искатели активно работали мобильные бригады. 50 жителей Ненинского округа принимают участие в первом региональном чемпионате профмастерства для людей с ограниченными возможностями здоровья «Обилимпикс». Среди них как дети, так и взрослые. В течение пяти дней участникам предстоит соревноваться по 10 компетенциям от бисероплетения до поварского дела. Победители из каждой категории отправятся на всероссийский чемпионат. Бисероплетение, вязание крючком и спицами, актерское искусство и художественное вышивание. Всего 10 направлений конкурса. Работы каждого участника будут оценивать эксперты. У нас есть таблица. Здесь мы оцениваем все. Как ребенок, участник выполняет работу, читает технологическую карту, выполняет стишки, выполняет технику безопасности, самостоятельно умеет работать, подбирает цвет. В общем, каждый шаг мы оцениваем. В первом региональном чемпионате принимает участие 50 человек. Среди них Наталья Никитина. Она занимается вязанием с 12 лет. Поэтому для участия выбрала компетенцию вязание крючком. Мне предложили поучаствовать в данном конкурсе. Я согласилась, так как я вяжу не только спицами, но и крючком. Также занимаюсь еще бисероплетением. Поэтому предложили поучаствовать в вязании крючком. Я согласилась. Вяжу давно. Интересно. Чемпионат Обилимпикс в России развивается с 2014 года, являясь частью международного некоммерческого движения, объединяющего 46 стран мира. Ниньский автономный округ присоединился к движению в этом году. Окружным координационным центром чемпионата стал Ниньский региональный центр развития образования. Конкурс профессионального мастерства для людей с ограниченными возможностями здоровья Обилимпикс прочно входит в нашу жизнь. Министерство просвещения Российской Федерации проводит программу, направляет рекомендации в регионы для вступления всех регионов в данное движение. И как уже сказалось, было сказано, 84 региона Российской Федерации принимают участие в данном движении. Наш округ присоединился в 2018 году и в осенние каникулы мы проводим данный чемпионат. Участие в чемпионате дает возможность не только показать свое мастерство и поделиться опытом, но и трудоустроиться. Обилимпикс направлен на то, чтобы привлечь внимание к этим гражданам, которые у нас являются инвалидами, являются людьми с ограниченными возможностями здоровья, называют по-разному. Показать их мастерство, что люди имеют какие-то цели, пытаются достичь чего-то, новую работу найти. Основная цель этого мероприятия является дальнейшее их трудоустройство и продвижение про карьерные лестницы в том числе. Соревнования будут проходить в течение пяти дней. Итоги подведут 2 ноября. Тогда же назовут и имена победителей. Все участники без исключения получат ценные призы, а победители в каждой из компетенций отправятся в Москву для участия во Всероссийском чемпионате. Возможно, кто-то из них сможет представить Россию на международных соревнованиях. Очень приятно осознавать, что этот чемпионат удался. Я вижу здесь очень подготовленные эксперты, подготовленные участники этого конкурса, волонтеры. Это очень здорово. И как председатель я рада, что наше общество все больше видит и слышит людей с ограниченными возможностями здоровья. И думаю, что вот этот конкурс станет той полезной площадкой, где люди будут делиться опытом, мастерством. Обилимпикс входит в число проектов открытой платформы «Россия – страна возможностей». Как и в других регионах страны, в Минском округе он станет ежегодным. Александр Литкова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Дополнительный выходной в ноябре полезен для россиян. Об этом заявил доктор медицинских наук Мехман Мамедов. Напомню, что предстоящие выходные для россиян продлятся три дня с субботы по понедельник. Это связано с тем, что на воскресенье выпадает День народного единства 4 ноября, который по Трудовому кодексу должен быть Днем отдыха. По мнению эксперта, ноябрьские праздники совпадают с климатическим межсезонным переходным периодом. Организм человека в целом и его иммунная система должны адаптироваться к новым погодным условиям. У больных с хроническими заболеваниями, такими как болезни сердечно-сосудистой системы опорно-двигательного аппарата, в переходный период могут наблюдаться обострения. И длительные ноябрьские праздники позволяют подготовиться к переменам климата и привести себя в порядок. Мехман Мамедов рекомендует отдохнуть в эти дни от умственной и физической нагрузки, им больше гулять на свежем воздухе, встретиться с близкими, ведь это создает благоприятный фон для организма. На этом все. Спасибо, что были с нами. Далее традиционно прогноз погоды. До встречи в эфире.